Продолжение следует... Конечно, самый яркий и в прямом и переносном смысле слова символ Хэллоуина – так называемая лампа Джека. Или, попросту говоря, тыква со свечой внутри. Считалось, что этот фонарь отгоняет злых духов от дома. Герой одного из известных советских фильмов утверждал, что рано или поздно не будет ничего, кроме телевидения. В наши дни эта фраза звучит иначе. Не будет ни кино, ни телевидения, ни театра, один интернет. О новом персонаже, который появился в театральном виртуальном пространстве Кемерова, смотрите в нашем журналистском исследовании. Кто вы, мистер Ковальский? Ответ на этот вопрос ищут несколько дней пользователи интернета. Не вся, конечно, многомиллионная армия по всему земному шару, а всего чуть более тысячи посетителей странички Кемеровского театра драмы в социальных сетях. Ну это как, знаете, это как часуда. Только сказал где-нибудь в обсуждении, люди, ну перестаньте. А Ковальский ответил, причем как ответил, так как бы, это же целое произведение. Человеку бы пьесы писать, может быть, это хорошая заявка, кстати, к этому, может быть, человек себя позиционирует к этому. Обратите на меня внимание. Ну это творческая личность, это сто процентов. Псевдоним и образ мультяшного персонажа взял для себя неизвестный поклонник и знаток театра. Причем объект его внимания исключительно областная драма. Это очень рискованная операция. Каждый день ровно в 23.00 мистер Ковальский начинает свое шоу в интернете. Или попросту выкладывает пост, в котором разоблачает реального человека, сотрудника театра. К этому времени его уже ждут поклонники. А он даже переодевается, как актер, к каждому выходу. Сначала был пингвин Ковальский, а затем переоделся в Зора Ковальского. Поначалу было очень интересно, кто такой Ковальский. Только об этом и шли разговоры. Кто он, что он. Все друг на друга показывали пальцем, подозревали друг друга. Я Ивана, например, Иван меня. И почему вообще стоит вопрос, что это в городе Кемерово. Интернет, он везде. Интернет, может быть, это где-то в другом городе. Ну и везде есть любители театра, нашего театра. Если серьезно, то это круто. Откуда вы взялись, мистер Разоблачитель? И зачем вам это надо? Хоть что-то интересное и загадочное появилось в сети. Браво! Закрыть эту группу. Кто этот Ковальский? Впервые в Кемерово появилась интересная критика. Читаю, получаю огромное удовольствие. Эти и другие комментарии появились после первых шоу Ковальского. Он поднимает, собственно говоря, очень злободневные какие-то вопросы. И часть артистов, я понимаю, так это поддерживает очень активно. А значит, действительно есть какая-то беда, которую надо решать. И мне кажется, здесь не до шуток. Можно посмеяться, похихикать, но всегда надо задавать себе вопросы. В жизни, а в театре тем более, потому что профессия у нас такая. А для чего мы это делаем? И что будет дальше? Мистификатор, герой, разоблачитель. Этакий виртуальный Робин Гуд и Дон Кихот в одном лице. И талантливый импровизатор. Подобный персонаж уже появлялся в фильме «Маленькие трагедии». Поэта, который на ходу, буквально по заказу, сочинял истории, блистательно сыграл Сергей Юрский. Наш Кемеровский Ковальский тоже принимает заявки на разоблачение. Неизвестно, сколько времени просуществует виртуальный мститель-дуэлянт. Людям скучно без героев. И если они не появляются в реальности, то их надо порой просто выдумывать. Елена Мешкова, Людмила Казаченко, Сергей Юрин, Константин Червяков. Новости моего города. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. К новостям спорта. Побывать на родине древнейшего боевого искусства мечтает каждый зюдоист. В середине ноября 9 лучших спортсменов из клуба «Дзюдо Кузбасса» отправятся на учебно-тренировочный сбор в Японию. Эта поездка станет первой в истории для наших спортсменов благодаря поддержке холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Татьяна Савельева пообщалась с теми, кто отправится в страну восходящего солнца. Японец Мазами Мацушита воспитал не одно поколение талантливых дзюдоистов. Яркий тому пример – олимпийский чемпион итальянец Эцо Гамбо, который в этом году привел сборную России к пиумфу на играх в Лондоне. Кузбасские спортсмены только готовятся покорить этот олимп и уже почти год тренируются под руководством специалиста из Японии. У Мазами Мацушита учатся и спортсмены, и тренеры, причем не только техники дзюдо. У Мазами такая дисциплина серьезная, да, и по жизни у нее дисциплина, да. Потом очень много, ну то есть он пунктуальный очень человек, да, по нему можно часы сверять, как говорится, да. Вот, очень добрый, честный и порядочный человек. Тех, кто поедет на родину дзюдо, выбирал тренер Мазами Мацушита. Василий Шмаков попал в число девяти счастливчиков. С этой поездкой у молодого дзюдоиста связаны грандиозные ожидания. Но прежде чем отправиться в Японию, он планирует узнать об этой стране побольше. А еще Василий точно знает, какие сувениры привезет с собой. Планирую привезти кому-нибудь из родных кимоно, настоящее, женское. И себе приобрести тоже пару кимоно. Месяц тренировок на родине дзюдо, да еще и плечом к плечу со сборной России. А таком кузбасские спортсмены могли только мечтать. Уже 17 ноября эта мечта станет реальностью. Получить опыт от мастеров древнейшего боевого искусства дорогого стоит. Техника. В первую очередь мы ее будем улучшать. Ну и непосредственно понять японскую культуру. 130 лет назад дзюдо было рождено именно у нас. И оно стало олимпийским спортом. Прочувствовать боевой дух дзюдо, чтобы стать чемпионом. Дзюдайсты признаются, по приезду обязательно поделятся полученным опытом со своими товарищами по сборной Кузбасса. Ведь, как говорят спортсмены, они большая дружная семья. И ковать будущие победы и славу кузбассского дзюдо будут вместе. Татьяна Савельева, Сергей Юрин. Новости моего города. Кузбасские гимнастки проверили свои силы перед чемпионатом и первенством страны. В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Облыгиной. Этот старт считается одним из самых крупных в стране. В групповых упражнениях по программе кандидатов мастера спорта сборная нашей области завоевала бронзовые медали. А команда мастеров в очередной раз доказала, нашим девушкам нет равных во всей Сибири и на Урале. Впереди у гимнасток главные российские старты, чемпионаты первенства, которые пройдут в ноябре. У нас вообще такой девиз – расслабляться можно ровно один день. Когда ты стоишь на пьедестале, вечером можно порадоваться, а утром снова в бой, потому что бывает такое, что прям завтра-послезавтра начинаются новые соревнования. И невозможно расслабиться. Сейчас самый важный сезон начался, потому что будет смена правил. Сейчас нужно закончить свой сезон по старым правилам очень достойно. Лучше один раз проиграть 6-0, чем 6 раз 0-1. Так прокомментировал выездной матч «Металлурга Кузбасса» против Урала главный тренер команды Владимир Федотов. Накануне в Екатеринбурге новокузнечане потерпели одно из самых крупных поражений в истории клуба. Голкипер Юрий Дюпин пропустил в свои ворота 6 безответных мячей. Футболисты Урала играют удачно на домашнем поле и сейчас всерьез борются за выход в премьер-лигу. А вот новокузнечанам никак не удается прервать гостевую серию неудач, которая длится уже с начала сезона. На этом у меня все. Если вам есть что добавить, оставляйте свои комментарии на сайте телеканала. Там же теперь смотрите «Мой город онлайн». Если у вас есть доступ к интернету, это возможно и за пределами Кузбасса. Не забывайте подписываться на новости в Фейсбуке, Твиттере и Вконтакте, чтобы постоянно быть в курсе событий. До встречи на телеканале «Мой город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова